Первая попытка по обелению 13-летнего убийцы 12-летнего мальчика провалилась, но адвокаты уже обещают вторую. Это дело об убийстве Артема Кичимаева. Мальчика в подъезде зарезал подросток из его двора, нанес ему 32 удара ножом. Убийцу сразу же нашли по камерам видеонаблюдения. Родители в качестве оправдания говорили, что их 13-летнего сына затравили во дворе. С этим подростком действительно никто не дружился, так как он отличался неадекватным поведением. В 21-м году уже бегал с ножом за 10-летней девочкой. Мер тогда предприняты не было и в 22-м году дошло до убийства. Никакого наказания за это убийство он не понес, так как не достиг 14-летнего возраста, возраста уголовной ответственности. И хотя дело было из-за этого прекращено, родители убийцы пытаются добиться закрытия дела по реабилитирующим обстоятельствам. Они подали в областной суд жалобу и требуют признать убийство самообороной. Сегодня суд огласил свое решение по этой жалобе. Родные убитого мальчика все происходящее называют жутким фарсом. Я потерял не то что важное, а самое главное в жизни. Извините. Тяжело. Год прошел, нисколько не легче. Погиб маленький мальчик в самом начале жизни. И вот никакого сочувствия, никакого извинения с их стороны. Вот я считаю, что на суде этот концерт устроен, это плевок на его могилу. Они подали апелляционную жалобу в областной суд, в которой они указали о том, что потерпевший сам был виноват, что он стал потерпевшим. Какие-то угрозы его родителям. Ну, вы представляете, 12-летний малыш. Какие еще угрозы? Был убежден, что потерпевший идет с ножом, и поэтому вот он решил первый наносить удары, потому что он был уже вот настолько на грани, да, после вот этих всех моральных тяжб, которые он испытывал от потерпевшего. Они просто указывают на то, что это была самооборона, поэтому дело должно быть прекращено по другим абсолютно основаниям. Не потому что он не подлежит привлечению к уголовной ответственности, а потому что он вообще не виноват. Это не было никакая самооборона, ничего это не было. Это было жестокое убийство. Мотивы совершения данного противоправного деяния до сих пор не выяснены. Поэтому, уважаемство, прошу отменить решение Московского института. Постановление Московского районного суда города Нижнего Новгорода 15 марта 2023 года не оставили без заменения апелляционной жалобы за кем-то без удовлетворения. Я с решением не согласен. В дальнейшем буду это решение обсуждать со своим законом, со своим доверителем. Все, до свидания. Комментариев не будет. Вы сказали, что не учитывали некоторые обстоятельства, когда рассматривали дело в суде первой инстанции. Какие обстоятельства не учли? Все, до свидания. Комментариев не будет. Исходя из таких жалоб, мы прекрасно понимаем, что никто не раскаялся, никто не считает себя виноватым. Если они говорят ссылкой на необходимую оборону, без ссылок на то, что она была превышена даже, то о чем тут говорить, о каком раскаянии? Считаю, что следствие качественно проведено. Судебные ошибки тоже никакой нет. Жалко, что у нас такие законы. Нельзя его никак наказать серьезно. У нас такие законы, которые не может в малолетнем возрасте, не достигшие 14 лет, не может у нас принести наказание. Да, он там в школе сейчас спеццентр. Но я считаю, что за такое убийство это не наказание. Кстати, хотя со дня убийства прошел уже почти год, родные убийцы с родителями жертвы ни разу не встречались и никаких извинений не приносили. Из квартиры, где они жили ранее, они переехали в другой район.